Девушки отдыхают 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 с активистами и, так бы так сказать, горожанами Николаева. Ну и результат вы видите. То есть этот памятник был отлит и сделан художником Ивановым и Цесариком и вот установлен здесь. Поколения разные, разные мнения, но я встречаюсь здесь с такими людьми, которые неравнодушны. Хотела бы сказать, что тем людям, которые еще, может быть, ни разу здесь не были, просто прийдите сами, прийдите с детками, прийдите с гостями, которые приезжают из других городов, из других стран. Это живое место, это не просто физическая точка на карте нашего города. Багато в чому майбутнє Миколаєва залежить и от нас с вами, от нашего небайдужого ставления, от нашей громадянской позиции. Еще не прекратились войсковые действия, еще стреляет враг и гинуть наши защитники. Болит сердце, когда видишь пораненых воинов. У небайдужих людей, волонтеров города, выникла инициатива создать на залезничном и международном автовокзалах пункты, которые принимают воинов, которые приезжают до Миколаява или которые отъезжают из города до своей частины. Люди очень помогают людям. Люди все несут, несут. Они приносят продуктов очень много. Деньги помогают. Я знаю, что школьники собирают целыми школами. Мы прямо недавно приносили городский комитет. Две большие коробки. Так было приятно. Прямо чувствовалось тепло от каждого пакета. На Межміському автовокзалі волонтерский пункт находится у невеликой кимнаті. Але тут, как и на Залезничном вокзалі, відчувается много тепла, турботи, уваги и любови до наших військовых. Каждый з нас в це часу должен быть на якому-то фронте. Вот ми на цьому фронте. Я так це понимаю. Да, я работаю, работаю по смену. У меня текущий график. И как только попадает такая свободная минутка, я обязательно сюда забегаю. Или на дежурство, или просто даже проведать девчонок. Бойцами вообще воспринимается, наверное, даже больше, с большей благодарностью просто посидеть, даже с ними поговорить. Наверное, вот именно сама атмосфера, само хотя бы участие к ихней жизни воспринимается намного ближе, намного теплее, даже чем тот же стаканчик кофе. У нас на самом деле было несколько человек, которые создавали этот пункт. Это и Патриот, и Вербицкая, и я, и Денис Борошковский. Это было общее наше детище, что мы создавали этот пост. Ну, на этом посту это люди, которые безвозмездно за счет своего личного времени помогают бойцам. Те ребята, которые уже знают о том, что в Николаеве есть эти волонтерские посты, солдатская почта работает быстро, они уже идут и ищут нас. Они знают, что им рады, что здесь домашнее тепло, уют, что они будут накормлены, напоены и спать уложены при необходимости. А вот те ребята, которые не знают, которые первый раз с этим сталкиваются, когда их приглашаешь и говоришь о том, что ребята, проходите, у нас есть чай, кофе, перекусить, они иногда задают такие вот вопросы, что сколько это стоит. Приходится объяснять, что ничего за это платить не нужно, что приходите, мы рады вам, вы выполняете очень нелегкую и очень важную работу, и тут неважно, человек пошел туда добровольцем или его призвали по призыву. Они все наши дети, они все наши, как говорится, такие же граждане, как и мы, и намного сложнее, чем нам здесь, в нашем теплом и уютном доме. Нам очень многие люди помогают, и не только продуктами. Во-первых, хочу сказать, что настолько неравнодушного города, как наш Николаев, найти на Украине, наверное, сложно. Неужели? Да, неужели, когда приходит бабушка и приносит полпачечки чая, и приносит 10 печенинок и 10 конфет, ей-богу хочется плакать. Понимая, что человек несет последнее, он хочет помочь хотя бы чем-то, чем может. Им тяжело сейчас пенсионерам, а они несут последнее. Молодые люди, люди пожилого, среднего возраста, все все несут. Ну и хочу сказать, что и депутаты наши многие не остаются в стороне. Во-первых, Кремень Тарас Дмитриевич, он настолько это близко к сервису воспринимает, постоянно помогает. Жилобецкий, Игорь Бриченко. Ну, помогают, чем могут. Помогла нам компания «Мебельные технологии», помогла нам мебельная компания «Володя Бегуна», он вообще тоже очень много нам помогает. Как говорится, колбасой, продуктами нам помогает очень сильно Сергей Кафаров, его цех, фирма «Таурус», которая занимается очищенной водой, она полностью взяла нас под свое крыло и три раза в неделю привозит нам воду. Фирма «Энвар» нам очень много помогает, и констоварами помогает, и ксерокс нам установила, и компьютер они нам установили, чтобы у ребят была возможность по скайпу связаться. Плюс вот благотворительные организации, это и Оля Малярчук, и Неля Яровенко, и Лариса Снегур, невозможно о них не сказать, они помогают и медикаментами, и всем, чем только можно. В общем, вместе, только вместе, только сообща, вот это вот мы огромная сила. Девчонки вот летут, маскировочные сети, они же дежурят на вокзале, это так называемые женские батальонки Кимора. Девчонки отдают все свое время, всю свою энергию, помогают тоже очень-очень сильно. И опять-таки это те сети, которых не хватает в нашей армии, которая нужна. Мы обязаны этим ребятам тем, что у нас не творится то, что происходит на Донбассе. Шевроны, это ребята оставляют на память нам, оставляют, ну вот как частичку себя, благодарность за то, что они побывали у нас на волонтерском посту. Эти шевроны, эти флаги, когда окончится война, они все у нас уедут в музей. А ночью, ну, поезда-то ведь у нас ходят по графику, бывает такое, что ребята приезжают, им уже деться некуда, назад на полигон они не будут возвращаться. Конечно, нужно, чтобы были ночные дежурства, и благо хватает места на вокзале для того, чтобы мы поставили там и кровати, и диваны. Да, они у нас ночуют, но просто стараемся, чтобы ночью кто-нибудь дежурил, не только девочки, но еще и ребята. Хотя есть у нас тоже две Лены, две Валечки, которые на себя тоже берут ночные дежурства. Валечка Тарасюк, она у нас вообще как добрый ангел, у нее брат служит, по той девчонка отдает всю себя, при всем при том, что она тяжело работает, работает швеей, и работают швеей у Иры и Игоря Баклажковых, которые, кстати, тоже очень много помогают армии, помогают и нашему посту в том числе. Они шьют и форму, и разгрузки, и теплое белье, и шапки для бойцов. Вот, и в то же время их же девчонки находят еще время у нас дежурить. Я хотела бы пожелать нашим николаевцам оставаться такими же неравнодушными, как они есть. Лучше людей, чем у нас в Николаеве, я вам честно могу сказать, я нигде не встречала. Я люблю свой город, я очень люблю свой город, я очень люблю наших николаевцев, и желаем оставаться такими же добрыми, любящими и неравнодушными, какие они есть. Наш город лучший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова